Друзья, как гарантированно попасть по сопернику левым боковым? В советской, российской школе бокса очень часто висят на правой ноге, но по классике. Отсюда заряжаются, я сейчас имею ввиду правшу, у которого снижаешь руку от права. Заряжаются отсюда и жестко акцентированно пробивают. Короче, чем чаевато? Тем, что когда вы садитесь, этот удар долгий и заметный. Американцы очень часто висят наоборот, на двух ногах или на передней. Джеймс Тони, вот много таких боксеров. Хопкинс сейчас тоже использует. Поэтому справа удар получается не такой жесткий, конечно, но достаточно быстро и неприятно. И вот отсюда нарисуем соперника постоянно таким коротким правом провоцируем. Заставляем фактически как джебом его раскрываться, нервируем. Заставляем здесь быть постоянно готовым. Соперник не знает, будет здесь акцентирован удар жесткий или нет. Постоянно вот так затыкиваем. Висим на передней отсюда. Две руки у меня заряжены, потому что две ноги под ударом. Или наоборот, две ноги заряжены, две руки вот мне рядом. Одинаково жестко бью, потому что вес здесь и справа и слева нависаю. Хопа, отсюда пробил. Как только я соперника затыкал правым прямым, соответственно, соперник начинает на этот правый прямой реагировать, вестись. Я что делаю? Я в какой-то момент вместо правого прямого делаю точно такое же движение. Раз, пробил. Пробил, просто вывел плечо. Соответственно, соперник, как правило, реагирует. Вывел плечо и отсюда уже заряженном, хорошим, акцентированном. Тащу лево-боковой. Даже через защиту, даже если будет подставка. Во-первых, подставка рано или поздно пробивается, если это профи. Первый момент. Второй момент. Старайтесь бить заведомо за защиту, за подставку. Туда за ухо. Очень неприятный удар. И повторюсь, что он очень здорово накапливается. Еще очень классно здесь сдваивать. Зарядили. Два удара. Можно, где они такие акцентированы будут, но постепенно соперник начнет их съедать. Либо разводим печень-голова, либо голова-печень. Поэтому с правой руки прикормили, как только соперник реагирует, плечо зарядили, бам, слева пробили. И будет вам счастье.